Переходим к следующей части нашего урока. Мы с вами дошли до введения комментариев с улам, до пункта 15, подъем Малхут в Бину. Это самое важное, что мы вообще тут изучаем. И вообще во всей Каббале. То есть, вообще-то Каббала должна была бы называться Ашпаа. Почему Каббала? Получение. Отдача. Наука о отдаче. О том, как отдавать, влиять. Почему называется наукой получать? Потому что Малхут, она изменяется в своем внешнем виде, внутри оставаясь тем же. Поэтому и называется наука о Малхут. Наука о получении. Потому что все равно получение, оно остается внутри нас. И ничего творение не может сделать, как только получать от Творца. Но правильно получать, называется отдавать. Поэтому Каббала называется наукой о получении, а не наукой о отдаче. Потому что правильное получение, эквивалентно отдать. И основано это на связи, соединении между Малхут и Беной. Малхут желание получить, оно не меняется, всегда одно и то же. А Бена желание отдать. И приобретение Малхут свойств вины, накладывает на Малхут намерение отдавать. Вот это намерение и является исправлением Малхута. Но в простом виде это невозможно. Малхут не в состоянии воспроизвести как-то. Проникнуться от вины желанием, намерением отдавать. Потому что это намерение полностью противоположно Малхуту, желанию получать. То есть, изначально, уже, когда Творец создает эти два свойства, получение в Малхут и свое свойство, отдачу в вине, уже заранее, в общем-то, представляется нам, что не может быть между ними никакой связи. Они абсолютно противоположны друг к другу. Малхут измениться не может. Если бы она могла измениться, тогда не надо было бы никакой бины. Значит, для того, чтобы изменить Малхут и внести в Малхут свойства бины, бина должна измениться. Она должна понизить себя до уровня Малхут. Если намерение бины будет понятно, Малхут, то есть, если намерение бины будет тоже для получения, тогда Малхут ее поймет и Малхут ее примет, адаптирует, пожелает, чтобы бина была связана с ней. Поэтому без разбиения килим не может быть связи между биной и Малхут. Вот предварительный этап для того, чтобы соединить бину и Малхут у нас происходит в подъеме Малхут в бину. Параграф 15. Подъем Малхут в бину. Я читаю из введения, комментарий у Сулана. Следуйте делить пристальное внимание исправлению Малхут в бине. Это понятие является корнем, источником всей Каббалы. Почему? Потому что если бы Малхут в бине не исправилась, она бы не смогла бы получать. Потому что Малхут является категорией суда запрета. Мир же, духовное мироздание, не может быть построено только на основе суда запрета. Поэтому Творец поднял Малхут, свойство запрета, в сферу бина, которая является категорией милосердия. То есть, самое первое движение для соединения Малхут с биной, оно делается Творцом свыше. Значит, Творцом, исходящим из мира бесконечности светом. Вы знаете, мы с вами когда-то читали о том, что во время занятий нам надо думать о том, чего мы желаем достичь. Чтобы снизошел на нас высший свет. Исправил бы нас. Подтянул бы нас. В те сферы, о которых мы сейчас учим. Когда мы желаем, просто даже чисто, потому что так написано. Но думаем о том, что мы бы желали ощутить себя в этих высших сферах. Уже только благодаря этому начинает оттуда светить нам в мере интенсивности нашего желания. Окружающий, исправляющий свет. Так что иногда текст нам кажется каким-то специально вычурным. И на самом деле он специально запутанный во многих местах. Он запутан специально для того, чтобы мы смогли бы приложить усилия для того, чтобы свое желание связаться с этой высшей сферой, о которой мы сейчас говорим. Чтобы наше желание, оно каким-то образом нашими усилиями склеилось с этой сферой. Раб мне рассказывал не раз, что он как бы попрекал своего отца. Что вот открываешь Талмудэс-Расферот на какой-то странице. Читаешь всю эту страницу. Здесь сверху это слова Ари. А внизу комментарий Баля Сулама. Читаешь страницу страшное дело, ничего не понимаешь. Вторую страницу, третью страницу. Таких более двух тысяч страниц. Талмудэс-Расферот. Вопросы и ответы. И так далее. Он говорит, я не раз обращался к своему отцу, почему ты написал так тяжело. Смотри, целая часть, целая страница, ее можно было бы написать в маленьком абзаце. В котором все было бы ясно. Не было бы никаких проблем. На это Баля Сулам всегда отвечал. Переписывать я не буду, потому что писал специально тяжело. Специально. Чтобы ты, чтобы ученики ломали над этим себе не голову, а душу. Чтобы продираясь сквозь эти все помехи, вы все-таки вгрызались не в сам текст, в получение этой неживой информации, а в ваше желание слиться с тем, о чем говорится. Чтобы вот этот материал, он стал моим материалом. Чтобы я его внутрь себя бы поглотил и в этих сферах я бы жил. Вместе с этой Малхут в Бину я бы поднимался, опускался. Я бы чувствовал, что там происходит. Я бы это делал бы в себе. Для этого мне надо найти Малхут и Бину и действовать таким образом. Сказано мудрецами, что сначала мир создан был с помощью категории суда, запрета, то есть Малхут. Но потом Творец увидел, что такой мир не может существовать, и смешал категорию суда, то есть Малхут, с категорией милосердия, то есть поднял Малхут в Бину. Это просто аллегорически сказано в книге Зоор, что Творец создал Малхут, потом увидел, что Малхут существовать не может, и создал Бину. То есть поднял Малхут до уровня Бины. В результате подъема в Бину Малхут приобретает ее свойства, то есть категорию милосердия. Малхут приобретает свойства, она не отказывается от своих свойств, она не может изменить свою природу получать, она дополняет свою природу получать в категории милосердия. То есть для чего она сейчас будет получать? Для милосердия, для отдачи. После этого Малхут начинает управлять миром, миром, то есть самим собой. Сама Малхут и называется улам, мир, используя эти свои новые качества. То есть она начинает использовать свое желание получать с приобретенным от Бины намерением отдавать. Этот процесс подъема Малхут в Бину происходит во всех уровнях, во всех сферот. От рож мира Ацелут до сов Малхут мира Асия. Потому что абсолютно все ступени, все миры, все парцуфим состоят из десяти сферот. Кахаб, хагат, наим. То есть если мы говорим о том, что Малхут поднимается в Бину, Малхут связывается с Биной, Малхут приобретает свойства Бины, это происходит совершенно везде. От табора Деак и вниз. От табора Деак и вниз до Сиюм находятся у нас миры Ацелут, Брия, Ецера, Асия. В каждом из этих миров есть парцуфим, который называется Атик, Арихампин, Абовыима, Зон. Лучше всего мы напишем пять парцуфим, чтобы не... Ишсуд, Ишсуд, Зон. Также и здесь пять парцуфим, и здесь, и здесь во всех мирах Брия и Ецера, Асия тоже. Здесь у нас находится парца между миром Ацелут и мирами Брия и Ецера, Асия. Всего у нас здесь четыре мира. И в них, над этими четырьмя мирами находится мир Адам Кадмон. Так, значит, тут Гальгальта, Аб, Саг, Ма, Бон. Тоже пять парцуфим. Эти пять парцуфим работают в режиме Цинцум-Аля. Эти все миры работают в режиме Цинцум-Бет. А тут находится мир бесконечности над ними, в котором нет никакого Цинцума. Мир бесконечности нет Цинцум-Аля. Цинцум-Бет и Падам. Так? Значит, что он говорит? Что значит Цинцум-Бет? Малхут поднимается в Бину. То есть каждый парцуф, допустим, Атих, у него есть Кетар, Хухма, Бина, Зарампин, Малхут поднялась в Бину. Следующий парцуф, Алихампин, Малхут поднялась в Бину. Во всех, во всех этих парцуфим, от Табура Деак и до Сиюма, там, где есть Цинцум-Бет, Малхут поднялась в Бину. И после того, как Малхут поднимается в Бину и приобретает свойства Бины, она, Малхут, начинает управлять собой. Это называется управлением мира. Потому что, кроме Малхут, не создано ничего. Малхут называется миром. Используйте свои новые качества. Этот процесс подъема Малхут в Бину происходит на всех уровнях. Во всех сферот. От Рож-мира Ацилут, от Атика и до Сов-Малхут-мира Асия. Потому что абсолютно все миры, все ступени, все парцуфим, состоят из 10 сферот Кахат-Хагат-Наим. Разделение каждой ступени на две половины. Известно, что все сферот, все ступени заканчиваются сферот Малхут. Любая ступень из 10 сферот, любой парцуф, рож-токсов, Все бы что ни было, оно состоит из любое творение. Оно состоит из 9 сферот и Малхут, 10-е, которое получает. 9 сферот отдают. Это свойство Творца. Проявление Творца относительно Малхут. Малхут это творение. Олицетворение свойства Творца, это бина. Известно, что все сферот, все ступени заканчиваются сферот Малхут. Это значит, что Малхут внутри каждой ступени не дает свету войти внутрь себя. Это происходит в силу цинцумали, сокращения, которое запрещает Малхут получать высший свет. То есть, изначально, что у нас здесь происходит? Есть 9 сферот, есть Малхут. И Малхут выставляет перед собой сокращение. Я ничего не получаю. Условие, называемое цинцумалиф. Далее. Это происходит в силу цинцумалиф сокращения, которое запрещает Малхут получать высший свет. Поэтому свет в каждой ступени распространяется только до сферы Малхут, не входя внутрь нее. Свет доходит до экрана стоящего Малхут, и там останавливается. До красной черты. На этом экране происходит звук ДАК. Ударное совокупление со светом. Поэтому, когда Малхут в каждой ступени поднялась в Бину, она начинает ограничивать свет на новом месте. Там, где она теперь находится. То есть, в середине Бины. Нижняя часть Бины, Зарампин и Малхут, оказались теперь ниже ограничивающей Малхут. Получается, что они как бы вышли за пределы данной ступени, создав этим вторую половину ступени. То есть, получается, теперь... Получается теперь, что если... Что если Малхут поднялась, то был Кетер, Хохма, Бина, Зарампин, Малхут, так, то теперь Малхут поднялась в Бину. И получается уже... Теперь деление на две ступени. Одна ступень. Это верхняя часть. Или назовем ее сразу Гальгальтейнайн. И вторая ступень. Нижняя часть. Ахаб. Естественно, что это бывшее ограничение, оно теперь уже не работает. Итак, в результате подъема Малхут в Бину произошло разделение каждой ступени на две части. Это произошло таким образом, что Кетер, Хохма и половина Бины остались на уровне своей ступени. Кетер, Хохма и половина Бины остались на той же ступени, где они были. А нижняя часть Бины, Зарампин и Малхут превратились в нижестоящую ступень. Новое окончание, которое было создано Малхут в середине Бины, называется Парса. Пункт семнадцатый. Как известно, на каждой ступени должно быть пять святов, которые называются Ихида, Хаяны, Шама, Рох и Нефиш, которые находятся внутри пяти сосудов. Кетер, Хохма, Бина, Зарампин, Малхут. Значит, если у нас было здесь Кетер, Хохма, Бина, Зарампин и Малхут, то, соответственно, этому были, значит, у нас святы, нефиш, руах, нишама, Хая и Ихида. После подъема Малхут в Бину на каждой ступени остались только два полных сосуда Кетер, Хохма, а Бина, Зарампин и Малхут там отсутствуют. Есть только Кетер, Хохма и половина Бины, а остальное все, что под Парса, не участвует в получении света. Поэтому в каждой ступени остались только два света, нефиш, руах, которые теперь находятся внутри сосудов Кетер, Хохма. Три света на Шамаха, Я и Ихида в ней отсутствуют, так как нет соответствующих им сосудов. На языке кабалы этот процесс описывается так. Давайте сначала напишем не на языке кабалы, чтобы мы не путались. На нормальном языке. Какой у нас нормальный язык. Значит, сейчас у нас будет происходить то, что есть у нас здесь всего лишь нефиш, руах, а нишама, хая, и хида вышли из Парсуфа и находятся снаружи. Допустим, обозначим их как ор, макив. Даже можем так сделать. на языке кабалы этот процесс описывается так. Буква Ют входит в слово свет, в результате превращается в авир, в воздух. Это означает, что подъем Малхуф в Бену приводит к тому, что каждая буква утрачивает в свои первые три света каждая ступень, которая называется Ор. У нас есть, но это просто уже связано с языком, поскольку иврит это не язык, это в принципе код, на котором описываются духовные свойства. в наше время он просто приспособлен под язык. На самом деле это не язык. Это те же, допустим, это как машинный язык, допустим, как язык любой программы в компьютере. Есть слово, которое называется я не знаю Ор. Это значит свет. Произносится Ор. Если в это слово свет включается буква Ют, то это уже называется воздух. И произносится АВИР. То есть воздух это как бы опустошенный свет. То есть только внесение одной буквы, только внесение МАЛХУТ внутрь света всего этого Наранхай приводит к тому, что из Ор становится АВИР. Из света становится просто воздух. Светом называется Орхухма обычно, а воздухом называется Орхос АДИМ. То есть ненаполненный. На ИВРИТе мы будем сталкиваться с вами еще много, много, я поэтому и говорил, что есть некоторая потребность иногда знать ИВРИТ, просто в качестве записи информации, потому что потом в ЦИМЦУМБЭД и еще в других вещах нам просто понадобятся эти значки, эти обозначения. Мы потом сможем работать с цифровыми значениями. Допустим, буква это 1, АЛЕФ, буква это 6, РЕЙШ это 200. То есть сочетание 216 ступень номер 216 это ступень постижения света, допустим. А ВИР если, так это 216 плюс 10, Ют 10, это значит 226 и так далее. То есть тут еще есть, я сейчас просто говорю это к тому, что эти коды на ИВРИТе для записи информации, они отчасти нам будут нужны, как и в любой другой науке, мы обязаны будем использовать их для того, чтобы вкратце правильно записывать информацию. Мы можем кроме этого использовать и другие любые обозначения, но это намного короче. Так же, как говорится Гальгальта и Наим. Но иди объясняй теперь, что это в состоянии катнут, опять-таки в малом состоянии порцов. Когда мы используем только килим ДХПА, то есть только отдающие желания, в которых есть только свет нефиш роах, такие килим называются отдающими действующими порцов, и они называются килим ДАШПА. Вместо этого говоришь Гальгальта и Наим, уже понимаешь, о каком состоянии, о каком наполнении, о каком состоянии порцов идет речь, что в результате произошло и так далее. то есть эти коды к сожалению нам нужны, поэтому придется нам привыкать к этому, ничего не сделаешь. Значит, подъем Малкут в Бену приводит к тому, что каждая ступень, мы говорили, все ступени от Табура начиная с Атика и до последней ступени мира Асия, все ступени теряют свет Хухма и все остаются только со светом Хасадин. Выходит Ор и остается только Авир. И остаются только ступени Нефишру Ох, которые называются Авир, воздух. Второй способ описания этого процесса осуществляется с помощью пяти букв имени Творца, которые разделились на две половины. Таким образом, что две буквы, соответствующие светам Нефишру находятся в двух оставшихся на данном уровне сосудов Кетрахухма, а остальные три буквы соответствуют трем сосудам Беназарампин и Малкут, которые опустились в следующую ступень. И мы с вами это будем изучать. И, соответственно, в Зооре вы можете читать есть статья «Кто создал это?» «Кто создал это?» «Кто это?» «Бина» «Ми» «Бара» «Эле» «Эле» это «Ахаб» или «Бина» «Зарампин» и «Малкут». То есть, что я хочу сказать, что много раз мы будем встречаться с вами с обозначениями, которые будут у нас или выражаться в гематриях, в числовых значениях, там, 612, 248, 320, там, и так далее. То есть, которые обозначают количественные части в духовных парцюфин, или в обозначениях, которые обозначаются просто, вот как мы сейчас говорим, свет или воздух и так далее. Теперь, если вы будете читать где-то в Торе, раскройте Библию, на русском языке, неважно на каком, там, где написано воздух, и там, где написано свет. Вот, допустим, в первой части, в первой же главе Берешит, в начале, о создании мира, вот вам уже, у вас уже возникает правильное понимание, что поднимается под светом, там, где написано свет, и где написано воздух. Земля была пустынной, и свет, и дух Творца, дух это Рох, витал над ней. Рох, то есть, напишь Рох, говорится уже как Нут. о только Гальгальтове Инаем в Парцуфим, то есть, Тора начинается от Атика и ниже мира Ацелуф. И так далее, постепенно мы с вами начнем приобретать язык такой, что мы начнем видеть за библейскими текстами каббалистические действия, о чем на самом деле говорится в повествовательном, вроде бы, на первый взгляд, в языке. Спуск Малхут из Бены на свое место. Восемнадцатый пункт. В результате подъема ман просьбы молитвы ниже стоящими Парцуфим сверху от Парцуфим Абсак спускается высшее свечение, которое приводит к выводу Малхут из Бены и к возвращению ее на свое место. Теперь буква Ют выходит этот слово воздух, превращая его в слово Ор свет. Вы знаете, оставим это на следующий раз. Это тема, которую я хочу разобрать отдельно. Значит, мы с вами сегодня прошли наши две темы. Я еще раз хочу напомнить, что мы ждем от вас заявок на Пейсах. Мы сняли специальное место, вам нет никакой необходимости снимать гостиницу и заботиться о том, где вы будете делать свой ночлег. На следующей неделе мы выставим, вы получите имейл каждый с подробной информацией о семинаре, который мы проводим, ее программа и так далее. Мы бы хотели слушать от вас, что бы вы желали. Пишите нам, делайте заявки и одновременно пишите ваши пожелания. Мы ждем вас, нам гости. До встречи на следующем виртуальном уроке. Еще раз повторяю, мы пытаемся напомнить все 24 часа нашими передачами, мы хотели бы знать, когда вам удобнее, какие передачи видеть и слушать, в какое время, по какому поясу часовому. Я очень прошу вас сообщить нам об этом, это поможет нам быстро сделать хорошую программу, мы ее выставим и у вас будет всегда возможность видеть повторения или новые уроки в любое время, дополнительное время суток. До свидания, будьте здоровы.